это все что нужно знать про лето мы до сих пор еще в куртках и скажу вам ветерок такой прохладный надеюсь все таки лето когда-нибудь придет и себе котятки мои всем доброго летнего утра надеюсь она у вас по-настоящему доброе и летнее хотя у нас она тоже добрая нужно каждый день просыпаться улыбаться и встречать его с позитивом у меня сегодня выходной но я без дела не сижу я приехала на учебу да да я до сих пор еще учусь я надеялась конечно что где-то в апреле месяца в конце апреля в начале мая уже наконец-то получу так сказать свой долгожданный диплом но увы законы внесли свои какие-то коррективы в мою учебу да и я сама в общем маленечко там затупила но в общем такой ситуации что я свой диплом еще не получила так следующем видео в следующем видео я уже обязательно вам расскажу где учусь где работаю кем работаю сейчас кстати я сменила место учебы филиал остался все тот же но просто уже в другом районе раньше я училась рядом с домом теперь не до учебы ехать в среднем если с пробками то два часа если без пробок то где-то час 30 14 но сегодня без пробок было я доехала за час 20 учеба у меня сегодня всего полтора часа потом знаете девчонки я планирую зайти в магазин белорусской косметикой в общем в обзорах видела столько новинок уже появилась у нас магазинах нигде нет и вот хочу именно в этот магазин доехать куда я раньше ездила смотрела вдруг там что-то появилась покупать я ничего не буду сразу беру хотя если вдруг если что-то вдруг понравится дом я конечно приобрету хотя у меня уже этой косметики как говорится хоть на хлеб маш вместо масла так после этого я хочу сходить на набережную покормить уток поэтому мои хорошие я приглашаю вас сегодня провести этот день я уже отучилась сменила место локации приехала на большой концертный зал и там в честь дня россии сегодня 12 у нас июня сейчас идет какой-то концерт я решила не ходить ни в какие магазины погодка на улице просто супер солнышко ветерок правда прохладный думаю девчонки чего мы не видели в этой косметике поэтому я приехала сейчас на бкз пойдем вниз покажу как у нас потопило енисей сейчас кстати вам ставлю видео это мне прислал мой одноклассник он ездил в дивногорск у нас сейчас на гэс идет спуск воды будет он продолжаться до конца июня насколько я поняла конечно очень хотелось съездить посмотреть этот спуск я один раз своей жизни это видела это когда еще была совсем маленькая наверное лет 12 или 14 не было уже даже и не помню но это очень красиво вот не покажу вам как у нас подтопило наш набережной за счет того что сейчас идет спуск воды вообще сегодня конечно очень хочется вот я просто всю дорогу иду и думаю о том что как же мне хочется шашлыка и пиво но я сейчас купила две булки хлеба и купила себе морс хочу пойти все таки и накормить не так кстати мне сказали что уток хлеб кормить нельзя но я зашла здесь в пекарню девушка говорит а у нас все говорит только хлеб и покупают ну по крайней мере я взяла черный хлеб потому что слышно что от белого хлеба улки пухнут ну ребят смотрите какая же здесь красота но смотришь такая мощь у воды вообще смотришь народу очень много гулять сегодня выходной тепло и неси батюшка и и и и и и и и вот смотрите по осени сюда приходила чтобы понимание было насколько подтопила вот этот корабль он полностью стоит на суше сейчас он весь в воде вот это пароход музей святой николай и в обычное время он стоит на суше сейчас он стоит в воде а вот этот спуск тот самый где по осени я чуть не свалилась когда шла снимала и шла я вот смотрите ограждение вот там я спускалась вниз и вдоль енисея до следующей остановки шла пешком сейчас здесь уже не походишь видите насколько поднялся енисей там лавочки стояли по-моему это все уплыло даже не знаю где сейчас все это на катерах катаются смотрите насколько все затоплено вот это вот все было суша где ограждение и самом низу был енисей и вот что сетя еду мимо и понимаю что а там есть шашлыки но сейчас немного прогуляюсь потом наверно зайду я все-таки покушаю какой-нибудь шашлычок муж очень хочет посмотрите там в кафе сколько народу сидит ого тут про целое застолье все выходы на набережную закрыли вот смотрите вот там качели я тоже тогда показывала наверное их не помню или нет представляете насколько оттопило все они утки сейчас вот сюда вот спустимся и покормим и покормим уток иду сама себе радуюсь такие минуты вообще ни о чем думать не хочется просто ни о чем просто хочется слиться воедино с природой и все что уточки мы идем к вам мы идем вас кормить и Продолжение следует... 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 Пока-пока.